Смотрите, рассказывать я буду, несмотря на то, что я историк Медевиз, совсем не про средние века, а отчасти про то, о чем так или иначе Алексей Алексеевич выходил, это на всевозможные революционные процессы. Что меня интересует, это один из зерчайших символов практически любых революций, гражданских войн, неважно, радикальных сломов и в 20 веке, и в 19, и на самом деле, как мы увидим и раньше, это низвержение статуи, известное нам по сейчас телевизионным экранам. Сейчас работает ли эта штука? Не работает. А, вот, известное нам сейчас по выпускам новостей, известное по прессе. Такой канонический символ практически любой революционной смены – это падающий, разбитый, попираемый толпой памятник. Будь это история в нынешней Украине с сотнями стату Ленина, которые по всей стране низвергаются, предположим, как на этой фотографии, или фрагменты, фото, снятые в ходе гражданской войны в Сирии, в городе Ракка, где дети забираются на статую отца нынешнего президента и предыдущего президента Хафиза Асада, или известный кадр, снятый в Ливии, когда несколько… Это как бы кадрирование, а есть серия, по-моему, это Associated Press, когда мы видим эту сцену целиком, где человек 5-7 мужчин с оружием ставят ноги на голову, отбитую у статуи Муаммара Каддафи, а на других кадрах тычут в него винтовками. Часть этих кадров, конечно, как вот этот, предыдущие постановочные, сделанные для телекамер, для фотографов, часть этих кадров сняты в пылу действительно самого иконоборческого процесса, как, я думаю, всем известный фрагмент кадра, один из известных кадров 1991 года, когда после поражения Пучча 22 августа, 23-го, был низвергнут памятник Держинскому, Железному Феликсу на Лубянской площади. Или вот здесь, еще один памятник Ленину, но уже не в Украине, а в Эфиопии, в городе Адис-Абеба, низвергнутый в ходе процесса смены власти в том же 1991 году. Или вот почти такая же сцена в Румынии. Или вот, если пойти чуть дальше, Сталин, 1956 год, Будапешт. И число таких фотографий мы можем умножать и умножать. В центре почти всех из них стоит на самом деле всего несколько визуальных ходов, которые иногда выстраивают эти кадры сами участники иконоборческих действий, иногда явно те, кто эти кадры запечатлевает. Часто вот как вот тут с разбитой в дребезги статуей Александра III, выстоявшей в Москве рядом с храмом Христа Спасителя, мы видим коллективное позирование на фоне трофея. В данном случае одной из двух ног императора, или вот здесь аналогичный вариант, дети, запечатленные рядом с его головой, увенчанной короной. Если пойти еще чуть дальше, я покажу еще несколько кадров, а потом, собственно, перейду к своему топику. Парижская коммуна, 1871 год, низвергнутый символ монархии и для коммунаров империализма и милитаризма, символ борьбы с их свободой, огромная вандомская колонна, увенчанная статуей Наполеона I. Колонна была низвергнута, статуя, частично поломанная, также стала таким фоном для коллективного фотографирования. И если еще перемотать эти картинки, естественно, можно было найти эпизоды из Великой Французской революции, к которым я обращусь, и многих других революционных точек и мест. Мы выйдем к 16-му столетию, к истории реформации и реформационного иконоборчества, когда по всей Европе, особенно в Голландии, в Англии, во Франции, в отдельных землях, в германских землях, группы отборцев, иногда индивидуальные, иногда коллективно, бросались вычищать от идолов католические храмы, которые превращались в лютуранские кирхи или в кальвинистские храмы в разных концах Европы. И если мы посмотрим на всю эту череду очень, на самом деле, похожих друг на друга сцен, то вопрос, который, мне кажется, важно задать, это что, на самом деле, в этих всех историях общего, и что стоит за этими кажущимися практически идентичными, но, на самом деле, по сути, совершенно не похожими друг на друга историями, с одинаковым кажущимся фотографированием, с разбитием либо религиозных изображений, которые считаются разбивающими идолами, либо политических идолов, как то статуи монархов или вождей. Что за этим стоит? И вот чтобы начать отвечать на этот вопрос, нужно перелеснуть следующий слайд. Смотрите. Кажется, что уничтожение какого-то публично размещенного образа, будь то скульптура на площади, огромный монумент на площади, скульптура, украшающая, стоящая в храме и предназначенная для того, чтобы ей молились, портрет императора или портрет вождя, висящий в присутствном месте, или какая-нибудь маленькая табличка, висящая с чьим-то портретом на доме, или украшающий класс, школьный портрет начальника того или иного калибра, вплоть до наивысшего. Уничтожая их, уничтожая почти одним и тем же способом. Иконоборец, это слово я использую в кавычках, на самом деле может следовать множеству совершенно разных мотивов. Один, который мы встречаем в случае религиозных атак, будь то протестантские или в мусульманском мире, случавшиеся многократно в разных его концах волны исламского иконоборчества, что сейчас отчасти мы видим в Пальмире с ИГИЛом. Эта идея запрета на изображение. Либо запрета на изображение, сейчас прежде всего божества вообще, либо запрета на изображение какого-то определенного типа. Например, те же самые протестанты в 16 веке, и кальвинисты, и лютеране, отрицая возможность молиться любым изображением Христа, Богоматери и святых, естественно, не отрицали ни самого Христа, святых отрицали. Но уничтожали и изображение Христа, потому что они, на их взгляд, были идолами, неправильными изображениями, недостойными того, чтобы существовать, и узурпирующими тот культ, который подобает только Слову Божию в Священном Писании. Второй вариант – это не запрет на изображение как таковые, а неправильное изображение. Когда у нас есть, например, икона, мы признаем почитание икон, но эта икона неправильная. Например, на Руси 17 века написанная в иноземной западной манере. Соответственно, недостойное поклонение, и в некоторые периоды подлежавшее уничтожению. Значит, смотрите. Образ как повод. История, которая очень часто встречается в 20 веке, прежде всего, когда кто-то атакует произведения, висящие в музеях. Например, самый известный случай, ну, одна из известнейших историй, в 1914 году… А, окей. В 1914 году, когда английская суфражистка Мэри Ричардсон в Лондонской национальной галереи, атаковала картину Веласкеса «Венера с зеркалом». Она не была движима религиозным представлением о том, что «Венера с зеркалом» — это идол, нуждающийся в уничтожении. Она не была движима представлением о том, что «Венера» нарисована каким-то не тем образом, и потому ее следует атаковать и изрезать ножом, как она это сделала. Она атаковала картину в качестве напоминания обществу о том, что в тот самый момент, когда посетители национальной галереи восхищаются этой прекрасной Венерой и ее наготой, в лондонской тюрьме лидер суфражисток Эмилин Панкхёрст держит сухую голодовку и умирает. И чтобы показать, как невозможно совмещение в одном месте и в одно время в городе Лондоне в 1914 году восхищение нарисованной женщиной и полное безразличие к умиранию реальной, она режет эту картину. Но нас будет интересовать другая история. Не религиозные образы, а образы политические. Те самые статуи вождей, которые я показывал в начале. И когда низвергают огромного истука, настоящего на площади, или почти частным образом, прокравшись ночью, например, административное здание, сбрасывают с почетного места портрет государя, императора или вождя, то перед нами, во-первых, идея, что за этим образом стоит тот самый, еще живой, если мы говорим о правящем правителе, или давным-давно умерший, как если вспомнить нынешний ленинопад на Украине, образ, прообраз. При этом в этой связке «атакуем образ, бьем по прообразу» нет ничего ни религиозного, ни анимистского. Тут нет никакой идеи, что изображение и изображенные каким-то образом связаны, и потому как, условно говоря, в культе Вуду, атакуя одно, мы воздействуем на другое. Нет. Эта связка имеет, она сугубо символического рода, но эта символика настолько мощна, что во всех этих революционных историях образы становятся легитимной и чрезвычайно психологически значимой для людей, значимым объектом атаки. Атаки на образы, и это хорошо видно по фотографиям, особенно когда перед нами толпа, попирающая под падшего истукана, явно радующаяся его низвержению. Это колоссальное чувство освобождения, которое дает, особенно если это сколько-нибудь репрессивный режим, чем воплощением этот истукан являлся, дает его низвержение. И если посмотреть на то, как выстроено огромное количество этих фотографий, то у них есть один и тот же ход. Множество маленьких-маленьких, слабых по отдельности и слабых даже коллективно в течение всего того времени, когда существовал тот режим, с которыми они боролись, людей, людей-муравьев. Сокрушают истукана, лилипуты и гулливер, которые в этом акте иконоборчества меняются местами. Статуя и воплощаемая ею власть, которая была гулливером и была сильна, эти множество людей, которые не были сильны и не сильны по отдельности даже сейчас, меняются с этой статуей местами, сокрушая ее и позируя часто на фоне ее обломков. И, наконец, есть еще один момент, который чрезвычайно значим, и о нем я еще скажу. Это идея того, что сокрушая статуи, иногда это одна или несколько самых крупных и вызывающих самую активную неприязнь. Иногда это тотальное очищение города или административных зданий, или церквей, как в случае религиозного иконоборчества, неважно. Очищение пространства одной главной точки или множество точек от этих изображений — это установление контроля над этим пространством со стороны тех, кто вершит революцию. Смотрите, второй момент. Когда мы видим эти кадры, люди попирают из тукана, люди сбрасывают из тукана. Смотря на них и не зная контекст, мы можем подумать, что эти истории, потому как они разворачивались, тоже идентичны. На самом деле это совершенно не так. Иногда это стихийные атаки, которые на самом деле предшествуют падению режима, совершаются небольшими группами на свой страх и риск еще до того, как ясно, на чьей стороне будет победа. Иногда это административно-плановое низвержение по указу новых властей, которое для тех, кто низвергает эти монументы, не несет никакой опасности. Иногда эти низвержения это своего рода катализатор революционных процессов, когда для того, чтобы радикализировать ситуацию, для того, чтобы сделать поворот назад невозможным, для того, чтобы поднять ставки в процессе, активисты бросаются на статуи, хотя им самим и окружающим понятно, что не в статуях дело, и самими этими статуями ничего не изменишь. Но статуи поднимают градус и потому важны. А иногда ровно наоборот. Статуи низвергаются властями, чаще новыми, революционными, для того, чтобы не поднять ставки в игре, не для того, чтобы поднять радикальный градус, а наоборот, для того, чтобы его снизить, для того, чтобы успокоить толпу, для того, чтобы, в каком-то смысле, даже иногда отнять у нее инициативу и позволить избежать эксцессы, направив ее гнев на статуи, на символы, а, предположим, не на административные здания, не на тех, кто воплощал аппарат падшего режима. И что важно, во всех этих случаях сброшенный с пьедестала, разбитый на куски, растасканный на сувениры, как растаскивали на сувениры берлинскую стену, точно так же очень часто растаскивают на сувениры этих падших вождей. Я покажу картинки. Участие в этих действиях дает тем, кто либо прямо срывал статуи с пьедесталов, разбивал их молотами, либо те, кто стоял рядом и видел, мощнейшее чувство, с одной стороны, причастности к истории, которую они проносят, рассказывая об этом. И чувство бесповоротности изменений, свидетелями которых они стали. Причем чувство бесповоротности, которое явно часто для них, как они понимают сами позже, или как понимают окружающие, оказывается совершенно иллюзорным. Никакой бесповоротности нет. Но в момент сокрушения ими движет идея, что сбросив идола, они изменят бесповоротно жизнь. И свою, и общество. И вот такой пример, такой кейс, показывающий, как работают эти процессы, это революционная Франция. Уже 1789 год, французская революция, взятие Бастилии, все остальное позади. Август 1792 года, когда есть революционные власти Парижа, есть формально сохраняющий свой трон король Людовик XVI, и есть противостояние между ними. И 10 августа парижская революционная толпа штурмует королевский дворец в Тюлери, и монархии неформально, но фактически уже приходит конец. И на следующий день парижская толпа, освобожденная взятием королевского дворца и стремящаяся покончить по всему городу с символами монархии, монархия, которая воспринимается как изменница революционной Франции, союзничающая с врагами ее, находящимися извне, бросается низвергать королевские статуи. Прежде всего, самую главную из них это огромную конную статую отца Людовика XVI, вернее, отца деда Людовика XVI, короля Людовика XV, стоявшего на площади его имени, ныне площади Согласия, пляс Доле Конкорда в Париже. И на правой картинке это карикатура, карикатура нереволюционная, а скорее антиреволюционная, вышедшая в том же году в одном из германских городов, в Аугсбурге, мы видим Сан-Кюлота, который, нельзя проверить, соответствует ли это какой-то документальной действительности, который испражняется на разбитые остатки короля, изображенные так в уменьшенном размере и так натуралистично, вот эти вот ноги, это ноги статуи, ноги бронзовые. И в этих историях про низвергнутые статуи важна и судьба их обломков, и судьба тех мест, в которых они возвышались, и физическая судьба часто постаментов, потому что постамент, кажется, вещью вообще на самом деле малозначительной. Есть статуя, Людовик XV, Ленин, Сталин, и есть подставка, такой подстаканник, мраморный, гранитный, металлический, чугунный, какой угодно еще. На самом деле, вот эти подстаканники в огромном количестве случаев имеют колоссальное значение, потому что, оставшись пустыми, лишившись статуи, которых все помнят, они превращаются, в ярчайший своей пустотой, в ярчайший символ поражения этих статуй. Статуй нет, а напоминание о том, что они были, и были низвергнуты, остается. И в качестве такого напоминания, когда низвергли Людовика XV, и он был разбит, растаскан на куски, во-первых, эти куски были сохранены с идеей, что они будут использоваться на постаменте будущей статуи, памятник королю, воплощающему для революционеров деспотизм, станет частью постамента памятнику французскому народу, который в лице этой статуи этот деспотизм низверг. Пьедестал тоже оставили. И на нем в 793 году установили гипсовую статую Свободы. Опять же, такой антоним. Подстаканник от деспотизма, на котором стоит антоним деспотизма Свобода. Правда, не настолько солидная, не из таких материалов, как оригинал. И, наконец, третий момент. Вот рука, которую мы видим. Как я понимаю, это единственное, что осталось от статуи. Она была в качестве, с одной стороны, реликвии, с другой в качестве компенсации, вручена некому Жанну Анрилатюду, человеку очень авантюрной судьбы, который тогда воспринимался, ну, отчасти и был, как образцово-показательная жертва королевского деспотизма. Провел он многие годы по всевозможным застенкам, начиная с Бастилии. И ему, как символ того, что вот эта правая рука, это та самая рука, которая подписала, так называемый, летор де Каше, то есть документ о внесудебном аресте нашего персонажа, и ему эта рука в качестве компенсации его страданий была вручена. Еще один такой кейс, перенесемся уже в 20 век, это Будапешт, венгерское восстание против, с одной стороны, сталинистского типа собственной компартии, не желавшей по советскому образцу хрущевскому реформироваться и уходить от тоталитарных практик, с другой стороны, против Советского Союза и его контроля над венгерской политической жизнью. Когда венгерское восстание началось 23 октября 1956 года, с одной стороны, такой одной из точек отсчета был снос колоссального памятника Сталину, вон он в своем исходном состоянии слева, его снос входил в число требований, которые восставшие еще до того, как начались сами действия, предъявили тогдашним властям, и этот памятник, вернее, его остатки, вот те самые, смотрите, постамент, на котором остались сапоги. Это еще более яркий символ пустоты, пустоты, которая замешана уже не просто на отсутствие гигантского Сталина, а на осмеяние. Их, они так встали не потому, что это было задумано, а потому, что статуя была построена чрезвычайно добротно, имела мощный стальной каркас, и единственное, ее пытались сбросить с педестала с помощью тросов и грузовиков, и когда это не получилось, то с помощью нескольких паяльных ламп ему под задней стороны колени, подпилили, подрубили, неправильно глагол, не знаю, как сказать, что делают с паяльной лампой, распаяли, и рухнула вся фигура, а сапоги остались. И существует достаточно большое количество кадров с этими сапогами, в которые был водружен венгерский флаг, а саму статую в качестве такого же символа, ее бессилия и поругания, привязав к трактору, провезли через центр Будапешта к Национальному театру, и там она была растаскана на куски. Есть несколько картинок, но на самом деле это, как я понимаю, голова другой статуи, но это очень символически значимый кадр. Толпа, собравшаяся вокруг чудовищной головы, которая еще несколько дней назад стояла на огромном истукане, сокрушить которой никто из них даже не мыслил, и к нему обращаются. Известно по описаниям, что эти куски статуи били, на них плевали, их разламывали ломами, отламывали от них куски в таком коллективном ритуале выражения ненависти к этой статуе и режиму, который она олицетворяла. И вот момент насилия, кажущегося с одной стороны совершенно так, если смотреть совсем-совсем со стороны, кажущегося абсурдным. Насилие над бездушной каменной, металлической, если это портрет, написанным красками на ткани, дереве, бумаге, неважно, над безжизненным куском какой-то материи. Но при этом насилие абсолютно распространенное совершенно в любые 20 веки до сегодняшнего дня, в системах, где при религиозном иконоборчестве, при иконоборчестве светском, и среди тех, кто абсолютно не подразумевает, опять же, что за этими изображениями стоит какая-то внутренняя сила, и что они как-то магически, неважно, воздействуют на нее. Нет. Поскольку, особенно трехмерное изображение, это тело, и поскольку для тех, кто их низвергает, пусть это тело безжизненное, это тело настолько мощно олицетворяет стоящий за ним порядок, который они в случае иконоборческих действий боятся, ненавидят, то естественный порыв, который фиксируется в огромном количестве, опять же, примеров, это отнестись к этому телу так же, как относится к телу живого врага. Вот мы видим здесь, возможно, постановочный, возможно, нет, это сложно сказать, естественно, не зная, как конкретно это снималось. Это несколько сцен из Багдада после того, как американские войска туда вошли, и режим Саддама пал. Есть знаменитый кадр, который я не стал воспроизводить, когда группа американских солдат, собравшиеся вокруг Иракцы, низвергают огромную статую Хусейна, и американский солдат выдружает Хусейну на лицо американский флаг и толпа. Есть несколько вариантов с разных ракурсов. Но любопытнее на самом деле другое. Это вот кадры, вот это вот слева, это часть на самом деле довольно длинной видеосъемки, скриншот, справа это фотография, когда сами Иракцы бросаются на куски этих статуй, и так или иначе ритуализованно их избивают. Вот тут есть трос, на котором долго волокла машина эту голову Саддама, а сзади, ну опять же, тут в этом фрагменте не видно, к ней была привязана на еще веревке какая-то банка металлическая, которая, ну вероятно, я понимаю, что она была нужна в роли колотушки. То есть когда статуя ехала по шоссе, то эта банка подпрыгивала и шумела. И толпа, выбегавшая из этой машины, когда они останавливались, люди, выбегавшие из дому вокруг, бросались к статуе и принимались ее избивать. То же самое вот здесь, более частный пример. Двое мужчин, один из них сняв тапок, избивает уже Саддама поменьше. Если статуя огромная, или тем более вот как тут, практически в натуральную величину, воспринимается в иконоборческих ритуалах как тело, то иногда вокруг этого тела разворачиваются уже не просто такое стихийное избиение, а целые ритуалы, когда иконоборчество строится точно так же, как судебный процесс, естественно, импровизированный, ну в каком-то смысле пародия на судебный процесс, в каком-то смысле такая мини-версия судебного процесса. Мини-версия или пародия на казнь. И очень часто, я покажу фотографии, статуи не просто расчленяют, а именно вешают. И это, с одной стороны, некая такая функциональная штука, действительно, колоссальную статую удобнее всего сбросить с педестала за шею. Но часто это повешение обыгрывается именно как таковое. То есть это не случайный, не функциональный момент. Перед повешением такая точка, на которую в огромном количестве иконоборческих примеров обрушивается прежде всего агрессия, особенно в тех случаях, когда образ нельзя уничтожить целиком. Такая замена целого частью. Это, конечно же, лицо и глаза. Хосни Мубарак, президент Египта, справа, Путин, крымская фреска, известная история, снизу, Хафиз Асад, сирийский президент, сверху, и кто-то из, не помню, это не Хафиз Асад, кто-то из крупных сирийских чиновников, снизу. Тут не совсем видно, если костыль вот этот был бы убран, или если присмотреться к этому кадру, мы видим, что у него нет уже ни глаз, ни бровей, ни надбровных дуг, они были предварительно уже чем-то выбиты. Если пойти чуть дальше, в прошлое, мы увидим, что вот этот тип жеста, либо лишить статую лица, либо точечно выколоть ей, выскоблить, или как угодно еще выстрелить из ружья глаза, встречается в примерах намного более давних. Вот я приводил пример с таким стихийным, иконоборчеством в Париже 1792 года, когда толпа еще до всяких рескриптов законодательного собрания об очищении города от знаков деспотизма сама сбросилась сбрасывать Людовика XV с пьедестала, а вот спустя год, в 1793 году, аналогичное очищение проходило уже упорядоченно. И вот есть Ноттердам, собор Парижской Богоматери, и над его порталом, если вы помните, стоит сейчас такая галерея огромных метров, скорее всего, по пять высотой, королевских фигур. И вот эти королевские фигуры это копии тех королевских фигур, которые стояли там раньше. Скорее всего, это вовсе не короли Франции, как подразумевалось иконоборцами, а библейские цари иудейского, израильского царства. Но важно, что в революционные времена они отождествлялись королями французскими и воспринимались однозначно как воплощение деспотизма. Мерзавцы в коронах. И в 1793 году, когда их низвергли, эти головы, отбитые, упали на паперт Ноттердама и подверглись также атаке толпы, а потом были сброшены в навозную кучу и пропали. На, собственно, 200 лет, практически до 1777 года, когда их случайно обнаружили во время археологических раскопок рядом с собором. И вот они хранятся в музее Клюни. И если вот посмотреть на их головы, мы увидим, что практически все из них явно под небо были не просто сбиты, когда от шеи ничего не осталось, а подверглись намеренному и прицельному, обычно вокруг глаз, прицельной атаке. Так что, как мы видим здесь, они оказались совершенно обезличены. Если пойти еще раньше, времена протестантского иконоборчества, мы увидим, что очень часто протестанты, когда не могли или не хотели полностью очистить католический собор, приходскую церковь, монастырскую церковь от идолов, распятий, статуй Девы Марии, статуй святых и так далее, они обезличивали их или ослепляли. Вот здесь очень яркий пример из Утрихтского собора, алтарь Святой Анны со всеми святыми, без лиц, а справа, с противоположной стороны религиозных баррикад, изображение гравюра Мартином Лютером, который кто-то, мы не знаем, кто и когда, но, вероятно, можно предположить, что кто-то из католиков, из зеркальных соображений, проткнул, такое черное пятно, ей один глаз. Фотографии, которые запечатлевают иконоборчество, очень часто строятся как изображение триумфа тех, кто сокрушил статую над самой этой статой. Причем триумф очень похожий на то, как на, ну, например, если посмотреть нынешне печально известные фотографии из тюрьмы Абу Грейб, снятые американскими солдатами, где запечатлены издевательства над иракскими заключенными, и аналогичные, не столь многочисленные снимки именно реального физического унижения пленного со стороны того, кто его пленил, а потом сравнить эти снимки с такого рода фотографиями издевательства или демонстрации победы над статуей, мы видим, что они строятся по, если не идентичным, то очень похожим методам. Иран, исламская революция 79-го года, слева статуя Шаха Мухаммеда из Апехлеви, который, вот заметьте, вешают. Весьма вероятно, что ее с помощью этой петли сбросили с постамента. Но то, как эта петля, как ее держат, она явно показывает ее переосмысление веревки. Или вот здесь, как в фотографиях из Абу Грейб, я не стал их воспроизводить, кто-то из солдат сидит на заключенном и на куче заключенных, на гих. Точно так же здесь солдат, гвардеец сидит на статуе. Иногда это насилие является не физическим, а символическим. И в реальности, и в постановочных кадрах. Вот как здесь и здесь. Особенно любопытен в 92-й год Кабул, маджахет, явно позирующий перед фотографом с автоматом Калашникова, устремленным на Владимира Ильича. Причем то, что Владимира Ильича шея заопутана какой-то толстой проволокой, опять же, нельзя сказать точно, не зная историю снимка. Но весьма вероятно, что здесь так же обыгрывается эта идея повешения. Или огромное количество кадров, когда мы, опять же, не видим никакого оружия, мы не видим физической атаки на статую, она цельная, или в самом кадре, или вообще даже после того, как он был сделан, никто ее не уничтожал, не кромсал на куски. Но есть угроза. Вот как Бухарест, 90-й год, когда ей показывают кулак. В значимый момент многих такого рода историй это театрализация. Когда, как я сказал про пародию на судебный процесс или пародию на повешение, когда вокруг этой статуи выстраивается действительно целый мини, а иногда и не мини спектакль, как, скажем, вот на фотографии справа, к сожалению, я нашел только одну, где статуя запечатлена со спины, это 1917-й год, статуя Столыпина, статуя совершенно недавняя, он был убит в 2011-м году в Киеве, статуя поставлена в 2013-м, то есть ей всего 4 года, и сначала над ней, над статой, то есть над самим умершим Столыпиным, был устроен судебный народный суд, приговоривший статую к казни, и потом она была повешена. Вот смотрите на эти деревянные конструкции, которые, опять же, как это часто бывает, с одной стороны, выполняют вполне понятную физическую функцию, это леса, с помощью которых эта статуя была низвергнута, с другой форма, в которой построены эти леса, и сама процедура низвержения статуй является, безусловно, повешением, и так это и обыгрывалось. Слева это та самая статуя Александра III, о котором рассказывал Алексей Алексеевич, 1918-й год, рядом с храмом Христа Спасителя, которого тоже относительно скоро не станет, когда статуя 12-го года, когда ее над ней не устраивали суд, ее не вешали, это было бы сложно организовать, сидящая, огромная, тяжеленная статуя, но был выработан порядок ее раздробления, когда главным объектом атаки стали самые символические значимые элементы. Естественно, это голова в короне, вот она падает вниз, это руки со скипедром и державой, символами монархии, монаршей власти. И вот если опять вернуться назад по хронологии на несколько столетий и посмотреть, например, на протестантское иконоборчество, мы увидим примерно такие же механизмы. Совершенно другая идея борьба с идолом и неверным религиозным культом, но механизм такой же. Когда, скажем, есть какой-нибудь буржеский собор, готический, прекрасный 13-го века, с тремя огромными порталами, покрытыми сотнями статуй. Некоторые в несколько метров высотой, некоторые совсем маленькие, и у огромного количества этих статуй есть возможные атрибуты. Ну, например, Святой Петр, первый из апостолов, и один из главных символов католической церкви, со своим главным символом, ключами Святого Петра, символизирующими духовную власть и власть мирскую. Или какие-то короли в коронах, или, если это святые короли, то святые короли в коронах. И не имея физической возможности, а возможно и собственное намерение изничтожить эти статуи целиком, сбить их, иконоборцы за несколько дней либо скалывают им лица с помощью топоров, расстреливают их из аркебус, возможно, иногда из пушек, либо, вернее, не либо, а и-и, отбивают им эти символы, их силы, их власти, те самые ключи святого Петра, те самые короны из голов и прочее. Здесь мы видим тот же самый механизм в совершенно другом контексте. Вот эта театрализация касается не только того, что делают с изображением, но и того, как это делают, и как выглядят те, кто это делают. Очень часто это, правда, касается историй так или иначе замешанных на религиозное иконоборчество. Устраивается своего рода карнавал. Вот смотрите, две картинки, разделенные несколькими столетиями, абсолютно разный контекст. Слева то самое протестантское, кальвинистское иконоборчество 16 века, город Лион во Франции 1562 год, берется отрядом протестантского лидера, графа, барона деадре, город, устраивается массовая чистка от католических идолов, главный собор разграбляется и устраивается процессия. С одной стороны, это процессия трофеев, похожая на то, что можно было увидеть на множестве аналогичных историй с взятием города без какого-либо религиозного иконоборческого компонента. Но здесь перед нами не просто трофеи, а карнавал с этими трофеями. Вот смотрите на нескольких солдат, стоящих вот первый и, вернее, если слева читать, второй и четвертый. Они одеты в священнические облачения, которые они вынесли из храма, побросали в телегу статуи святых, хоругви, золотые реликварии с мощами в форме, руки такие торчат и серебряные, а сами облачились в священнические одеяния. Справа гражданская война в Испании. Судя по всему, это фотография 1936 года. Республиканские солдаты, антиклерикалы, взяв также католический храм, разграбив ризницу, переодеваются в священнические облачения, хватают всевозможный литургический инвентарь, позируют с ним. И вот момент важный, который я обвел красным прямоугольником, это один из этих республиканских милиционеров держит в руках распятие и угрожает ему револьвером. Точно такой же мотив, как мы видели, скажем, я не дал эту фотографию, когда Каддафи ставили вот так вот ноги на голову, другой кадр, там ему тычут в руки, в голову винтовками, или как с Лениным в Кабуле 92-го года. Такая символически значимая угроза, которая, вероятно, воспроизводится и без всяких фотографов, хотя судить об этом сложнее, но в случае позирования превращается в такой фотографический мем, в идеальный символ победы либо над истуканом, либо как здесь над церковью через ее скульптурный инвентарь и литургический скульптурный инвентарь. Но то, когда я рассказывал об уничтожении, есть еще один значимый момент. Иконоборчество не сводится к тому, что изображение есть и его нет. Есть статуя, а потом груда осколков, есть портрет, а потом груда пепла, вынутая из костра, оставшаяся скорее после костра. Есть значимый момент, это то, что образы очень часто не уничтожают, а модифицируют. И на это мы обращаем внимание гораздо реже, потому что эта модификация может быть менее зрелищной, но отсюда не менее важной. Зачем она нужна? Например, для того, чтобы не уничтожив образ, статую, портрет, здание, на котором может быть множество всевозможной символики, их не уничтожают, а обезвреживают, присваивают, делают из вражеских нейтральными или даже иногда своими. И вот сейчас покажу примеры, вот это присвоение, эта модификация позволяет многим, даже вызывавшим ненависть образом, либо вообще сохраниться, пережив иконоборческую волну, либо сохраниться чаще, на какое-то время. Как это происходит? Я назвал это кавычки, когда мы цитируем, есть цитата, есть чьи-то слова, с которыми можем не соглашаться, но когда мы их ставим в кавычки, мы их обезвреживаем, приводим их как чужие. Вот эти методы модификации это своего рода кавычки для памятников. Первый вид кавычек это естественно кавычки такие отрицающие, когда мы лишаем идола, когда мы лишаем истукана тех частей, которые вызывают у нас наибольшую ненависть, или тех, которые воплощают его политическую функцию. Ну скажем, есть статую оставили, а эмблему с нее сбили. Свастику в одном контексте, красную звезду в другом, отбили у статуи святого Петра ключи, статую оставили и так далее. Второй вариант это когда мы не что-то отбиваем, а, например, что-то приплюсовываем к изображению, покрываем его граффити, или привешиваем всевозможные иронические таблички. И вот тут огромную роль играет осмеяние. Когда граффити полно примеров и времен таких иконоборческих волн в Восточной Европе в конце 80-х, начале 90-х с падением коммунистических режимов и сейчас в Украине и в Сирии, много-много где. Эти граффити обычно либо влагают в уста этой статуи какие-то слова, ну, например, там известная штука, Москва 91-го года, когда к статуе Маркса рядом между Большим Театром и Кремлем припись там с пролетарией всех стран соединяйтесь, над этими соединяйтесь, зачеркнуто, было написано простите. Или когда также расписывали статую Дзержинского в Варшаве 90-го года, она вся была покрыта граффити. И вот эти граффити, либо говорящие что-то людям от имени статуи, либо обращенные от людей к статуе, скажем, надпись Палач, они модифицируют ее и позволяют ей часто на некоторое время сохраниться, потому что в этом модифицированном виде она уже воспринимается как поверженная и не вызывает такое яркое стремление срочно ее низвергнуть, как до того. Она уже не символ того, с чем революционеры борются, а она символ их победы. Или можно ничего вообще не писать, можно красить. Например, тому же Дзержинскому в Варшаве до того, как его в итоге таки снесли, естественно, ему выкрасили руки в красный цвет. Ну, ассоциация с кровью, понятно. Или когда на Украине в ходе вот этой последней иконоборческой волны Ленина очень часто выкрашивали в национальные цвета жовто-блокитные. Соответственно, он таким образом как бы апроприируется, что это Ленин, потом его все равно снесли, но он в каком-то смысле Ленин наш. Еще один вариант такого обезвреживания, намного более устойчивый, естественно, чем граффити, таблички и прочие эфемерные субстанции, это передислокация. Ведь на самом деле статуя, которая вызывает ненависть, это не просто определенный набор голов, рук, ног, постаментов, не просто материальный объект, это контекст. Статуя, стоящая посреди площади на огромном постаменте, служившая трибуной во время митингов, статуя, которой военные отдавали честь, статуя, вокруг которой организовывались митинги и прочее. Когда эта всесильная статуя центра культа переносится, например, в парк поверженных вождей, как тот, который был создан в Москве, музеон, сейчас уже функции его давно полузабытые, хотя статуи стоят, но вначале она была именно такая. Или в таком более идеологизированном виде в Будапеште. Бывший центр культа истукан превращается опять же в памятник собственному поражению, когда огромное количество таких же истуканов, собранных в коммунальной квартире этого парка, часто лежащие, поваленные, кто ничком, кто чуть полуразбитый, у кого отбит нос, посещаются в память о том, как их низвергали. Иногда, что случается чрезвычайно редко, но какие-то очень точечные примеры есть, статуи сохраняются сознательно в изуродованном виде, на том самом месте, где они стояли, с идеей, что то, что памятник стоит, это дань истории и тому прошлому, когда он был, который не перечеркнешь, с другой, то, что он не отреставрированно остался в том изуроданном виде, в каком он был, это тоже часть истории и иконоборчества. То есть мы видим одновременно, что он памятник собственному падению. Вот как раз фотография, ну не столько перекраски, сколько переодевания колоссального Ленина в Запорожье, вот тут с ним любопытная история, состоящая из множества этапов. Он такой прям архетип судьбы украинского Ленина нашей поры. Он вначале подвергался многократно, его раскрашивали, его атаковали, его требовали сбросить, но два раза он был переодет. Причем, я не помню, зря я не выписал его размер, но это памятник несколько, что-то типа сама фигура метров 20-15-20. То есть совершенно колоссальное сооружение, и пошить для него костюмчик, естественно, представляло собой задачу нетривиальной. Один раз в 2014 году его активисты одели в колоссальную вышиванку, а в другой раз он был одет в форму сборной Украины. Но что не помешало в марте его все равно снести. Для того, чтобы просто параллель, здесь очень плохая фотография, здесь не очень видно, но можете мне поверить, это возвращаемся обратно к гражданской войне в Испании, 36-й год, где-то в Каталонии, статуя младенца Иисуса, вероятно, вытащенная из церкви, одетая республиканцами, республиканскими ополченцами, милиционерами, милиционерами, в их собственную форму, ну да, фотографии это можно только верить, этого не видно, и к нему был приставлен республиканский же флаг. То есть, опять же, церковный враждебный символ был присвоен, апроприирован в комическом ритуале. Есть, наконец, еще один момент, как обезвреживаются в разных контекстах враждебные образы. Это музеификация. И вот тут надо вернуться ко временам французской революции. С одной стороны, революция, даже если сравнить ее с протестантским иконоборчеством 16-го, где-то 17-го веков, она в своем выборе целей, которые надо было сокрушить, была намного менее избирательной, или намного более тотальной. Упразднению либо в таком стихийном порядке, либо в порядке административном потом подлежало то, что называлось символами феодального режима, что называлось символами неравенства, эксплуатации, то есть все то, что прямо или косвенно ассоциировалось с монархией, с дворянскими привилегиями, с церковными суевериями. Соответственно, огромное количество, огромная доля всех изображений, которые только были в публичном пространстве французского города того времени. Понятно, что на практике не все из них были уничтожены. Но цель очистить город от всего, что оскорбляет взор свободного гражданина Новой Франции была. И вот тогда на фоне массовых атак против статуй, против церковных витражей, против дворянских надгробий, против литургических церковных облачений и так далее, во Франции возникает представление о том, что даже идеологически враждебные образы, даже те самые символы эксплуатации, неравенства и деспотизма могут представлять ценность и должны быть сохранены. И могут представлять ценность, потому что будучи, да, все так и есть, это символы деспотизма, это символы неравенства и церковной эксплуатации. Они одновременно являются частью национального достояния, слово, которое сейчас играет огромную роль во французском таком дискурсе о прошлом, patrimoine, наследие. И они являются произведениями искусства, которое, опять же, даже если оно, когда оно было создано, было политическим или политизированным, потенциально может быть получить такое отпущение грехов. Что нужно, чтобы оно получило отпущение грехов и сохранилось, его нужно, нужно радикально изменить его контекст, его нужно вырвать из рук тех, кто использует его как орудие эксплуатации. То есть взять из церкви, перенести в музей, взять из замка, перенести в музей, взять из королевского дворца, перенести в музей. И вот тогда возникает, с одной стороны, слово вандализм. Это плод французской революции, у него даже есть конкретный автор. Аббад Григуар, один из тогдашних законодателей, придумал это слово, естественно, апеллируя к памяти о тех самых вандалах, разоривших Рим. Но слово вандализм, как понятие, обозначающее варварское разрушение произведения искусства, было его. И по его собственным словам, он придумал это слово, чтобы изничтожить, убить само явление. Убить, естественно, не удалось. И на фоне вот этого массового уничтожения образов феодализма возникают первые исторические публичные музеи, в которые начинают эти образы собираться. Самый известный из них это созданный художником Александром Ленуаром музей французских памятников, в 1795 году возникший. И вот такие примеры дискуссий об этой деполитизации символов эксплуатации. Это, например, парижские ворота Сен-Дени, до сих пор стоящие, открывающие дорогу на пригород. С одной стороны, это был памятник Людовику XIV, с изображением Людовика XIV, где больше деспотизма, чем здесь. Но это одновременно шедевр французских архитекторов и скульпторов. Или базилика Сен-Дени, где упокаивались французские короли, где их надгробные статуи. Уж что более яркий символ деспотизма, чем пафосные королевские надгробия. Но какая-нибудь, скажем, мраморная статуя, и у нее есть сделанное серебра и позолоченный скипетр. Это, с одной стороны, символ королевской власти, который заслуживает ненависти, а с другой, это произведение наших родных французских ювелиров XIV столетия, потому имеющее право на жизнь. Чтобы враждебные символы жили, они должны изменить свою функцию и тогда могут спастись. И вот последний момент на этом все, это вопрос о неоднозначности. Как вот с этой историей, с символами, которые могут быть враждебны, а одновременно представлять ценность, точно так же, когда в разных совершенно политических контекстах, революции, социальных, переворотов, чисто политических, гражданских войн или войн негражданских, массово уничтожаются какие-то типы изображений, эти изображения чаще всего уничтожают не за то, что они изображают. Они выступают символами чего-то намного большего и даже того, что они могут напрямую не изображать вовсе. Очевидный пример – это статуи коммунистических вождей в Восточной Европе конца 80-х, начале 90-х или опять же сейчас на Украине. С одной стороны, это конкретные персоны, которые могут уже, ну, поэтому чаще всего Ленин, как самый главный из, самый распространенный и самый известный из символов, но это не обязательно он, это могут быть вожди второго порядка, которые сами по себе у тех, кто их низвергают, даже если они действительно знают вообще кто это, не вызывают никакого личного отношения. Они низвергаются потому, что они встроены в сеть, в систему и воспринимаются как символы определенной эпохи, определенного режима, а в случае, скажем, стран Восточной Европы или Украины символы определенного соседа, вызывающего определенные негативные отношения. То же самое в времена религиозного иконоборчества в Европе 16-17 веков протестанты, лютеране, кальвинисты очищали церкви от идолов из абсолютно догматических религиозных соображений. Но одновременно те самые идолы, распятие, статуи святых были символами чего-то большего и, в общем-то, имевшего уже косвенное отношение к их религиозной функции. Они были символами римской церкви в ее земном воплощении, они были символами тех монархий католических, которые этой церкви остались верны, соответственно, они были символами тех часто репрессий, которыми протестанты, воспринимаемые как еретики, подвергались, соответственно, они были символами всех утеснений, даже неофициальных. И когда разворачивалась очередная волна иконоборчества, возможно, намного более значимым мотивом, чем религиозный, такой строго религиозный, была именно вот эта вот сеть ощущения этого идола как воплощение той силы, которая тебя преследует. И самый яркий пример, при этом самый-самый далекий от реалий политического иконоборчества XX века, о котором я говорил, это, например, история довольно многих средневековых войн, когда вообще нет никакого мотива религиозного противостояния, когда сражается один католический монарх с другим, один католический город с другим католическим городом, один католический сеньор с другим католическим сеньором. Но это не мешает им, взяв город крепость при замке своего врага, тотчас же обрушиваться на вражеских Мадонн, вражеских Христов, вражеских святых, и их уничтожать, рубить на куски, кидать в костры, устраивать вокруг них довольно похожие карнавальные шествия и все остальное. И вовсе не потому, что они были эритиками, не потому, что они были антиклерикалами, не потому, что они были такими протопротестантами, и не потому, что они отрицали культ Христа, Богоматери и святых, а потому, что это были вражеские святые, не наши. Они были олицетворением враждебного города, враждебного государя, враждебного клана, а потому, так как Христос за нас, то наши распятия, наши статуи полны его силы, и они помогли нам победить. А их статуи точно такие же. Они пусты, они идолы, и потому они заслуживают поругания, и в этом нет, с точки зрения тех, кто его проводит, никакого святотатства. Один и тот же символ имеет разный смысл. Ну, собственно, все. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.